13.06 в Кирове на 101.fm программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева и напротив меня Марина Сергеевна Сазонтова, вице-спикер ОЗС 5-го Сазонтова. Марина Сергеевна, добрый день. Добрый день всем. Очень рада вас видеть в этой студии. Спасибо большое, что пришли. Марина Сергеевна, вы как вице-спикер прошлого состава ОЗС. Следите ли за работой состава текущего? Ну, можно ведь по-разному оценить, что значит работа. Работа оценивается по делам, то есть по принятым решениям. На сегодняшний день по принятым решениям, конечно, это полный минус нынешнему составу ЗАГС Собрания, который лишил права многих сегодня получения тех льгот, которые люди зарабатывали годами. Вот это ограничение полуторным прожиточным минимумом, я считаю, это просто антиконституционное решение, на поводу которых, так сказать, по инициативе правительства или нет, пошло наше законодательное собрание. И по этому поводу обращений очень много. Когда встречаешься, по-прежнему со всеми говорят, ну, почему вы допустили это? А допустили мы с вами, потому что, когда приходят на выборы, и даже трудно понять, чем они для себя, не только руководствуются, а, так сказать, домыслами и, так сказать, или еще чем-то, к сожалению, мы получаем то, что имеем. Поэтому давайте вот последнее. У Навального вышел этот фильм, да, он не Димон, по-моему, да, так называется. Для того, чтобы снять напряжение, вот работая всю жизнь в журналистике, что нужно для этого сделать? Делаем запрос в прокуратуру и скажите, это правда или нет? Правда? Принимайте. Меры нет? Давайте за клевету привлекайте. Какие могут быть? Третьего не дано. И мы что видим в Государственной Думе, которую мы тоже с вами избрали? Из 450 депутатов проголосовали только 45. 43 от нашей фракции за, то, чтобы генпрокуратура проверила, двое против. А где остальные 400? Ну, там я уже округляю. Это и ядросы, и справедливая роза. И ЛДПРовцы. Вот кого мы навыбирали. И надо говорить, что мы положительно должны оценивать работу этих депутатов. Марина Сергеевна, видите ли вы в этом созыве УЗС, допустим, там, самостоятельность, некое умение отстаивать свое мнение? Либо у нас сейчас УЗС все-таки работает в большей степени по команде из правительства, либо из Единой России? Вы знаете, вы меня натолкнули еще на одну мысль, потому что меня спрашивают, и я благодаря вам могу воспользоваться возможностью. Нас с Виктором Николаевичем Жениховым, он был председателем комитета по ЖКХ в ЗАГС Собрании, спрашивают, ну, как вы работаете в Совете Старейшим? Я говорю, вы знаете, мы, видимо, молодые, потому что в Совет Старейшим нас никто не приглашал. Это сугубо ядросовское, так сказать, начало и состав. И вот об этом хотела как раз сказать. То, чего мы добивались в Пятом Созыве, пять минут перед каждым началом законодательного собрания, любая фракция, если даже кто-то не во фракции, они могли от лица фракции воспользоваться пяти минутами, высказать то, что наболело, что сегодня злободневно. Почему перед законодательным собранием? Потому что присутствовали все представители СМИ. То есть это было озвучено для всех. Кто уж как этим воспользовался, это их право. Но была возможность поделиться наболевшим, обратить внимание коллег на какие-то очень актуальные вопросы. А сейчас этого нет. А зачем? Сейчас говорят о заседании, я не знаю, как комитеты проходят. Все в один день. Может быть, мы подолгу сидели, но обсуждали действительно, чтобы принять взвешенные решения. Это не обязательно было на законодательное собрание, но комитеты проходили подолгу, по три, там, порой больше часов, потому что острые вопросы ставились. И так быстро решить их невозможно, надо было выслушать все стороны. К сожалению, сейчас это все усекается, все принимается единодушно, единогласно практически. А то, что по указке правительства это действует, ну, это нужно смотреть тех депутатов. Я не присутствую на заседаниях комитетов, не могу сказать, кто инициатор той или иной инициативы. Я сужу по делам, то есть по тем законам, которые сегодня выходят. А вот, насколько я понимаю, сейчас заседания ОЗС тоже проходят очень быстро, то есть не только быстро проходят комитеты, но и быстро проходят заседания ОЗС. Вы это связываете с... Ну, связываете ли вы это с персоной спикера ОЗС? Потому что до этого заседания Гурдумы, в принципе, проходили тоже быстро под руководством Владимира Васильевича. Вы знаете, я не стала бы связывать, как окончательно, как проходят заседания, там, Городской Думы, в которой я тоже была и в Законодательном Собрании. Я считаю, основная площадка для работы – это заседания комитетов, потому что там есть и приглашенные, то есть те люди, которые... и общественная палата, все заинтересованные, и даже те, кто жалоба там, коллективные, это все выслушивали, понимали, в чем, где вот, чтобы принять какой-то закон и не наступить на грабли на те же самые, да? Поэтому, если выступал представитель комитета, председатель комитета и говорил, вот эта позиция, вот такая, всем было понятно и все соглашались, вопрос, что было обсуждать, все понятно, все четко изложено. Вот если начиналось, когда у комитета неоднозначное было принято решение, большинство порой даже так, что комитет принимал решение, а на заседании Законодательного Собрания не принималось это решение, здесь быстро быть не может, потому что нужно какие-то привести свои доводы, почему за или против. У меня даже закон об использовании копии Знамени Победы почти год тянулся. Хотя что было обсуждать? Нет, надо было разные, так сказать, препоны, там что-то такое, тянуть, тут не готово и так далее. Хотя это святое, использовать копию Знамени Победы в День Победы и в День наших знаковых праздников. Марина Сергеевна, а как Вы оцениваете текущую губернаторскую кампанию, которая по факту уже началась? Да, она давно началась. Она началась, если я не ошибаюсь, где-то еще в феврале, ну, может быть, даже и раньше, но в феврале вот мне попала, например, анкета «Независимое социологическое исследование выбора губернатора». Первые две страницы там, по-моему, были очень хорошо. Знаете ли, что выборы, какая форма выборов и так далее. А дальше все пошло по Игорю Владимировичу Васильеву. Значит, что бы Вы ему пожелали, каким там быть, что бы ему сделать. И называлось это «Независимое исследование» и было порочено студентам нашего опорного вуза. Но я не знаю, может быть, конечно, студенты не в материальном плане, так сказать, получали, а там в виде зачета или еще что-то. Студентам, может, от этого было и полегче. Но это уже выборная кампания. Второй момент, когда у нас вдруг провели областной съезд журналистов. Для меня был вообще я не кишок, когда я пришла на регистрацию и говорю, там делегаты. Я говорю, вы знаете, я даже приехала туда, потому что нужно было членские вносы заплатить. Мне говорят, вы член союза журналистов? Я говорю, значит, депутат. Ребята, ну, надо хоть немножко статусов разбираться, на съезд делегатов выбирают. Это было проведено, конечно, под выборную кампанию Васильева. Но надо сказать, что его имиджмейкеры сработали против него, потому что результат участия губернатора в этом съезде был отрицательный. Я с коллегами общалась. А объясните, почему? Видите, он показал несколько свое неумение не слушать, не слышать, не отвечать на вопросы. Ну, вот давайте так. Очень хорошее предложение, ну, вот пусть там только оно мое было, поддержала Чайкина Галина Петровна. У нас была система подготовки, это же съезд журналистов. И мы ставили вопрос о том, что должна быть какая-то ступенчая, как это сказать, пошаговая готовность, да? Ты себя проверяешь. У нас же вот все сейчас сплошь и рядом журналисты. А раньше это было очень даже почетно, когда ты называл, что ты корреспондент. Журналистами называли себя уже корифеи там и так далее. И у нас была хорошая система. Газета «Я расту» при Министерстве, тогда департамент образования, «Растушка», как ее называли. Затем они подрастали, вот у Галины Аркадьевны, они передавали. В редакции была у нас молодежная в «Кировской правде» блокнот. И многие из них, кстати, или из этих ребят стали профессиональными, да? Сотрудниками средств массовой информации. И когда мы об этом сказали, значит, вот Галина Петровна, и вдруг появляется решение. А давайте вкладыш в «Кировскую правду» газеты «Я расту». А что это означает? Чтобы получить детскую газету, которая фактически там очень минимальная плата, чтобы она попадала во все школы, вы должны к себе такой хвост прицепить, как большая областная газета. Это разве экономически правильное решение? И когда вот так в Рио губернатора вдруг такое предложение вносит, ну, ребята, надо с экономикой дружить. И кому это будет на пользу? Да, редакции может быть, да, потому что оборот, тираж и так далее. А те, для кого она адресована? Если вы не получаете основную газету, вы не получите и приложение в ней. Вот для меня я не собираюсь там по каким-то еще вопросам. Я только вижу, пусть через журналистику, но экономическое решение вопросов. Его нет. Это неправильное решение, даже с точки зрения экономики, не говоря уже о делах каких-то популистских. Марина Сергеевна, нам с вами нужно сейчас буквально на минутку прерваться. Это особое мнение Марины Сазонтовой, вице-спикера УЗС 5-го созыва. На небольшой перерыв мы уходим и очень скоро вернемся. Мы возвращаемся в эфир. Это особое мнение Марины Сазонтовой, вице-спикера УЗС 5-го созыва. Марина Сергеевна, очень широко обсуждается тема с единым оппозиционным кандидатом на выборах губернатора. Как вы считаете, у нас это вообще возможно? Ох, тяжелый, так сказать, и вздох, потому что когда ближе к выборам. Знаете, как только выборы какие-то прошли, неоправдавшиеся надежды, и все говорят, да, вот если бы тут объединились, вот если бы здесь мы могли бы, но знаете, если бы до кабы, уже задним числом мы все порой правильные, все умные, да? Как только приближается череда очередных выборов, так, вдруг вот Хачухины появляются. А почему бы не мне? А почему бы? И вот вы знаете, окружение, которое, это правительственная, так сказать, все структуры начинает, потому что, да, им нужно своего кандидата, методом, какими можно пользоваться любые, допустимые, да, и будут закрывать на это глаза. Поэтому здесь, когда подходит для конкретного решения, люди начинают дергаться. Одним просто, не то что физически украшает, но говорят, у тебя нет там проблем с налогами, может с пожарными там, там еще. Хочешь спокойно жить? Давай, живи спокойно. У тебя там, у детей бизнес. Хочешь, чтобы все спокойно было? То есть, это, знаете, такие вот скромные. Я считаю, что сейчас чуть ли не на общение с представителем власти нужно идти с диктофоном, чтобы ты мог, по крайней мере, себя защитить. И здесь, если мы говорим о едином кандидате, да, если будет союз грамотный, кто придет? Потому что у нас впереди президентские выборы. И сегодня очень активно вопрос тоже обсуждается, как оппозиции выйти. Ну, для меня, например, вот голосование, как я сказала, по рассмотрению вопросов федеральную, да, прокуратуру, чтобы можно было посмотреть. Все эти партии, партийки, кроме КПРФ, никто не хочет заниматься действительно конкретным делом, чтобы разобраться, где правда, где ложь. И чтобы предложить свою программу, которая только у КПРФ есть. А здесь у нас, да, кандидатам, когда я вот говорила про Сергея Павлиныча, да, Мамаева, каких только, о какой грязи только не навешали. Даже коллеги спрашивали, там вот ему 20 миллионов, вы спросите, вы там еще что-то спросите. Ну, я спросила. Ну, вот Сергей Павлиныч, не знаю, по-моему, даже как-то уже у вас было. Спросите, он ответит, было это или нет. Точно так же, как про меня, говорит, у вас где коттедж, Марина Сергеевна? Там картинка или еще, я говорю, скажите, может, я и не знаю, что он у меня есть. Вот когда в плохое люди верят гораздо быстрее, очень сложно этого кандидата оппозиционного, да, подобрать кандидатуру, совместную, как бы, да, общую кандидатуру, потому что тут же начнут искать грязь, чтобы на него что-то найти. Когда я говорю про Мамаева, приписывают, например, ему, что, ну, что вы хотите, он там всего лишь главой района был, всего лишь главой района, маленькое государство. А кем был у нас президент Беларуси? С председателем колхоза он стал президентом. Поэтому, когда будут вот собираться, я сейчас не хочу гадать, кто. Там называют разные кандидатуры, там Мамаев, там, по-моему, Черкасов, да, ТЛДП. Да, мне вообще просто интересно, это в принципе возможно, то есть оппозиционные наши фракции должны сесть и договориться друг с другом о том, что, да, мы выдвигаем оппозиционного единого кандидата. И второй вопрос, который сложнее, чем первый, кто же будет этот человек? Наши оппозиционные фракции в принципе вот способны так сесть и договориться друг с другом. Это не фракции, это не фракции, потому что фракции в САГС-собрании и в Госдуме. Партии. Партии. А чтобы договорились в партии, то сегодня фактически, вот кто возглавляет здесь у нас партию ЛДПР? И в курсе в Кирея? Ну, я знаю имя Кирилла Черкасова. Так это же Госдума. Да. А у нас здесь руководитель. Нет, нашего руководителя не знаю. Хорошо, а кто сейчас возглавляет у нас Справедливую Россию? А вот он Затарунина, я даже не знаю кто. Вот. Вы сами даете ответ, что фактически других-то партий Мамаева знают, это руководитель нашей партии здесь, КПРФ. Остальные, просто у них нет сегодня конкретной фигуры, которая, ну, Черкасов, но это депутат Госдумы, предположим, не кировчанин. Поэтому нужно смотреть, а кого сегодня знают, и за кем могут пойти, и кто реально может предложить свою программу. Вот я других пока не вижу. Если кто-то готов, ну, это надо обсуждать и смотреть. Да нет, подождите, я поняла, что вы всей душой за Сергея Павлиныча, но вот, смотрите, ЛДПР, Справедливая Россия, КПРФ, кто-то ведь из них должен пожертвовать, ну, вот этими своими хотелками, да, как вы сами говорите. Чем пожертвовать? С хотелками, да, что от нас будет наш кандидат на выборы губернатора. Кто-то из них должен пожертвовать, чтобы выдвинуть единого кандидата, пусть даже он будет от другой партии. Они способны на это? Вот смотрите, для того, чтобы мы приняли решение, например, выдвинуть там Сергея Павлиныча, ну, любая партия своего кандидата, они должны провести конференцию, собрание и коллегиально решить. То есть делегаты должны принять такое решение. А не то, что спросить, Иванов, а ты хочешь, мы тебя двинем куда-нибудь, да, от кого? Вот здесь очень важно, кто готов выдвигать своих сегодня кандидатов на пост там губернатора или еще куда-то. Я пока кандидатур, ну, называют там Черкасов, там пусть, да, Мамаев, там, Пан Сураева еще, там, если это справедливая Россия, там, кто-то еще будет. Вот соберутся, кто готов их выдвинуть. Вот надо смотреть, и когда их решение есть, они собираются, и тогда конференции проходят даже в два этапа. Например, на первом они выдвигают кандидатуру, собираются решения, об кома там или нет, представители, собираются вместе с этими кандидатами. И тогда должно обсуждение, кто из них, и тогда кого поддержит. Они просто, я вот, ну, не люблю, что мне говорят, ой, знаешь, Иванов, Петров, Петров не очень, Иванов хороший, давай за него. Я его не знаю. Докажите мне, я хочу с ним встретиться и понять. Надо мне поддерживать и своим знакомым говорить, что да, этот человек реально что-то может сделать, его стоит поддерживать. А здесь пока кандидатура очень расплывчатая, и кто их будет выдвигать, и кто будет обсуждать. А они выдвинуты должны быть. А потом фильтр, который у нас сегодня существует, выдуманный фильтр, когда нужно, чтобы муниципальные депутаты поддержать 273, могу ошибиться, а будет команда сверху, и как давили, буквально давили морально на депутатов, чтобы они отказывались от своих подписей. Поэтому вот препонов, которые сегодня созданы, их очень много, и они только для того, чтобы не дать возможности людям, которые не хотят мириться с существующим положением в обществе, действительно воле изъявления свое проявить. Ну и что, то есть мы будем с вами по факту выбирать из одного кандидата на выбор губернатора? Почему? Одного не будет. Ну, одного не будет, но по факту. По сути. По сути, я считаю, что если мы наступаем на одни и те же грабли, да, когда говорят демократию, вот там дерьмократы, даже словечко или нет, не надо демократию путать с той грязной, так сказать, вакханалией, которую сотворили. Что такое демократия? Это не власть народа, как он нам пытается сказать. Это власть большинства. Неправда. Неправда. Что такое демократия? Это прямые, равноправные выборы. Вот когда мы этим пользуемся, инструментом демократии, то, что власть народа, это уже следствие. А первоначально выборность, когда прямые, равнозначные, равноправные из нескольких кандидатур выборы. Да, мы должны этому учиться, мы это пройти. Но если бы у нас жестко действовала система наказания за ту грязь, за ту ложь, которую позволяет власть лить на кандидатов, неугодных для нее. Хотя сама власть дает ответ. На кого она больше грязи льет, того нужно поддерживать. По крайней мере, это холодный дождь для власти, что нельзя так нагло действовать до бесконечности. Вот, Марина Сергеевна, хотела я поговорить с вами еще про законопроект коммунистов, буквально, наверное, полторы недели назад, портал наблюдатель.ру, ну и другие СМИ написала о том, что Единая Россия присвоила себе законопроект коммунистов. Я сейчас объясню, о чем я говорю. Вице-спикер ОЗС Роман Титов представил в Госдуме поправки в жилищный кодекс, которые касаются расширения возможностей регионов по утверждению дополнительного перечня работ и услуг, финансируемых за счет средства фонда капремонта «Общество имущества» в многоквартирных домах. И вот внимательные журналисты заметили, что подобная инициатива выдвигалась Виктором Женьховым гораздо раньше. Прокомментируйте это, пожалуйста. Вы знаете, по большому счету, ну ладно, выдвигалась, лишь бы это было принято. Вот для меня даже не столь имена, так сказать, важны, Иванов, Петров, Сидоров, да? Лишь бы это было сделано. Но вот когда забывается, а ведь это было не раз, точно вот чем мы столкнулись с детьми войны. Мы занимались этим уже где-то три года назад, о том, что эта категория есть людей, статус, и многим даже буквально нужен действительно статус, оттягивали как могли. Сейчас они на себя натянули, такие они, оказывается, защитники детей войны, ни жить не быть. То есть сегодня, если брать, то ЗАГС-собрание, оно не в полной мере, но идет по выполнению тех задач и программ, которые ставила наша фракция и коммунисты. Им отступать некуда, потому что жизнь подтверждает, что правильные были инициативы, правильные решения, и их нужно было принимать. Ну то есть вы по большому счету, ну вам не обидно, да, что вашу инициативу реализует конкурирующая партия, вы за результат. Ну хочется им покрасоваться, да ради бога. Вот главное, что будет принято это решение. Ну надо, людям, конечно, хорошо, и я благодарна коллегам, что они говорят, что это в такие инициатива коммунистов была, а все себе приписывать. Это уже вопрос этики, когда ты хочешь показать, что ты такой красивый, да ради бога. Но всегда найдутся люди, которые говорят, что-то с памятью у кого-то стало. Вот мы помним, что эта инициатива была от коммунистов. Но это вообще важно, чья инициатива? То есть может результат важен, что это все-таки примут решение, или все-таки имеет значение коммунисты, единорусы, кто выдвинут? Когда выдвигали коммунисты, это всегда как красная тряпка, потому что сразу как, знаете, вот ощетинивались. А как это они вдруг выходят с такой инициативой? Потому что Ядросову было не позволено с какими-то инициативами выступать. Они завидовали этому. А сейчас, когда, ведь понимаете, чтобы попасть в Госдуму, чтобы Госдума приняла к рассмотрению этот вопрос, к слушанию, это очень достаточно длительная процедура. И чтобы ее пройти, мы ее прошли. Пусть там кто-то будет, кто ее представил. Главное, что вопрос решен и в пользу, которая, в общем-то, поможет всем кировчанам, в том числе и жителям облой страны. Марина Сергеевна, мы сейчас с вами прервемся на второй перерыв. После него поговорим про снежный коллапс, который случился в Кирове на прошлой неделе. И разберемся в теме медвотрезвителей все-таки. Пожалуйста. Мы возвращаемся в эфир. Это особое мнение Марины Сергеевны Сазонтовой, и вице-спикеру ЗС Пятого Созева. И я хочу с вами поговорить про снежный коллапс, который случился в городе в середине предыдущей недели. Я продолжаю это обсуждать и в интернете, и общественники, и эксперты, что снова, снова кировские власти застали врасплох. И очень много людей там обвиняют буквально лично губернатора, что вот так и так, все об этом знали. Было предупреждение МЧС, у нас есть гидромедцентр, который в состоянии прогнозировать погоду, но снова ничего не сделали. Вот как вы считаете, кто все-таки виноват в том, что город в таком состоянии практически двое суток находился? А вот вы сами когда узнали о том, что такой коллапс надвигается? Вы знаете, вот, к сожалению, я узнала утром этого дня, когда проснулась и увидела снег. Вот, когда я проснулась, снега еще не было. Он только-только, еще асфальт был, видимо, сухой, и вдруг, так сказать, что-то стало наметать буквально через некоторое время. Вот первое, о чем хочу сказать, о чем всегда говорила, у нас отсутствует оперативная связь о предупреждении каких-то коллапсов. Раньше было проводное радио, в 6 утра включалось, и говорили, так, внимание, сегодня вот это предвидится. Предлагаем вам не пользоваться, если отказаться от каких-то поездок и так далее, примите меры, чтобы вы не попали в какие-то неприятные ситуации. Хоть кто-то, нет, а хоть кто-то, вот если к Кировчанам обратиться, слышал об этом предупреждение? Я вот не слышала. Вот к вечеру этого дня даже повесили объявление на двери нашего офисного здания, что там нам рекомендуют не ездить на машинах, не пользоваться личным транспортом, но это, к сожалению, было уже вечером, когда метаться было поздно. Так вот, я считаю, первая причина, когда было отсутствие предупреждающей информации, она приходит для служб каких-то там спецавтохозяйства, что вот там занос, так и так далее, но не были предупреждены граждане. Многие попали, выехав на машинах, там, детей в садик, там, или еще, так сказать, было очень много. Хотя решение какое-то надо было принять, сказать, что действительно, ну, я такого не помню, конечно, что в апреле выпало. Ну, а вот скажите мне, пожалуйста, кто должен этим вопросом озаботиться был? Это должны были, там, СМИ проявить бдительность и инициативу? Вы знаете, нет. Либо это должен был пресс-центр правительства озаботиться и, там, в срочном порядке разослать и попросить СМИ выдать эту информацию? Кто? Я здесь, знаете, могу, какой вариант, всегда вспоминаю Крымск. Вот я входила в комиссию по МЧС, которую Щерчков ввел. Я говорила о том, что нужно хотя бы выводы Крымска. Когда уже, наверное, лет пять прошло, да, после трагедии? Я уже даже не помню, сколько. Это был такой звоночек, колокол, но никто выводов не сделал. Когда, вот, запускают сирену, что вы будете делать, когда мне сказали? А в деревне кто что сообщит? И когда нам говорят, да, была бегущая строка в два часа ночи, кто смотрит телевизор, извините, да, у нас раньше было проводное радио, от него отказались, хотя это был инструмент, продуман не нами и очень толково, что включалось радио в любовь, слышали все. Что-то, да, проблема там, требуется срочно, ну, не знаю, вот, тем более, такой коллапс. Сейчас этого нет. Я не знаю, может быть, смски какие-то рассылать, но ты ночью или там спишь, или еще, или там сети эти подключать. Нет, ну, там ты прочитаешь. Хотя бы, хотя бы так. Но это тоже не сделано. Вот я сейчас считаю, что нет подробного разбора полетов, как обычно на аэродроме, да, бывает. Вот не сработано, вот, так вы начинайте это с буковки А, а не тогда, что коллапс изи выехали. Там ведь еще была проблема, я сама не за рулем, но помните, когда сказали, что все, убирайте все свои шипы, переходите на летнюю шину, и какие трагедии начались вот в ночь с этими заморозками, и сколько машин, и аварий. Они ввели штрафы как раз за шиповую юрисину, без обозначения шипов. Да, но дело-то в том, что многие сняли шипы, раз команда такая пошла, чтобы штраф не платить. Вот понимаете, один не подумал о природе. Нет, но чтобы штраф не платить, можно было просто буковку Ш наклеить на заднее сиденье, спокойно сидеть на заднее стекло, спокойно ездить дальше. Да, и многие посчитали, чтобы не штраф. Вот понимаете, как бы переходный период, или еще надо было, так сказать, сделать. Но кто убрал свои шипы, они попали, очень многие в аварии, выехав на наши замороженные, подмороженные улицы. Вот здесь целая цепочка проблем. Коллапс, да, нам же нельзя защитить город, например, от того, или выстрелить там по этому фронту, который надвигается, да, чтобы он выпал не снегом, а там куда-то бы дождем пролился. У нас такой возможности нет. Были ли подготовлены службы в полном? Надо здесь, опять же, оперативное, что в первую очередь расчищаются такие-то улицы. Если вы находитесь, вы должны знать, значит, где общественный транспорт. Не заезжайте ни во дворы, оставьте, дойдите, пользуйтесь общественным транспортом. Вот такой масс... Общественный транспорт в этот день вообще не ехал. Я и говорю, да, потому что не было четко продумано маршрутной сети, какие в первую очередь не разбрасываться. А на эти случаи должна быть вообще программа. Коллапс снежный, значит, в первую очередь что должно? Обеспечить общественный транспорт, потому что скорые там хотя бы основные, да, для продвижения. А остальное уже по мере возможности. Вот этого я не увидела. Мы действительно столкнулись с коллапсом как в управлении. Так нет, вот мне просто интересно, кто это должен был сделать, потому что в соцсетях там обвиняют губернатора. Может быть это и не губернатор должен делать, может это глава города должен этим озаботиться. Или МЧС и ответственные службы должны там постараться всех предупредить. Я могу сразу сказать, что комиссия МЧС, она при правительстве области. У нас же не только в Кирове вот этот коллапс, правда? Поэтому здесь не только город. Да, в городе, потому что стечение здесь большое количество населения, плотность. Ну потому что много людей, много машин. Но и в других, где завалило и не могли там из села выехать и еще проблемы. Поэтому действительно это проблема области. И губернатор должен, в РИО губернатор или так сказать правительство области, они должны были всю эту систему, я еще говорю сколько лет назад, но почему-то не слышат, что первоначально людей надо оповещать вовремя. И тогда уже службы, они должны тоже по четкому графику действовать. У них должно быть что в первую очередь они, почему не смогли. И здесь же претензии, цепочка идет, не могли улицу прочистить. Почему? А машин стояло по обочинам полно. То есть сужался проезд, чуть ли не односторонний, потому что все было завалено. На ночь оставили. А людей не предупредили, пришлось с утра бросить машину. Вы правильно говорите, не предупредили. То есть сегодня не мобилизовали людей на то, что предстоит. Вот если из этого коллапса, из этой ситуации снова не сделают вывод. У нас ведь и в июне снег бывает, я не знаю, там ливни или еще что угодно. У нас очень сильные ветра, бывают ветра, да? Если не будет предупреждения, люди не будут, мы будем сталкиваться с этим. А это цепочка изначально. Мария Евгеньевна, немного времени у нас с вами осталось. Давайте поговорим про вытрезвители. В нескольких регионах России, это Белгородская и Владимирская области, Республика Мариэл, депутаты выступают за возвращение вытрезвителей, обсуждается вопрос, что в Москве они станут платными. И вот на минувшей неделе на эту тему начали писать и говорить кировские СМИ. И как раз вы фигурировали в одном из этих материалов. Я хочу в первую очередь все-таки объяснить вашу позицию по поводу возвращения вытрезвителей за, против. Как вы относитесь к этой идее? Ну, во-первых, это не то, что, слава Богу, я не сталкиваюсь лично с этой проблемой. Не сталкивалась и, надеюсь, не столкнусь. Но, когда обращаются медики, когда обращаются пациенты в больницы, говорят, а ведь их привозят они порой и в коридоре, где-то и в палатах. И вдруг туда же, это отделение кардиологически, неврологически, да даже терапевтически, когда доставляют таких неадекватных людей, которые находятся в наркотическом или алкогольном состоянии, не только это представляет дискомфорт больным, находящимся на лечении в этих медицинских учреждениях, но это опасность и для самих медиков, потому что эти люди очень неадекватные. Это просто, я не знаю, наверное, кто-то лечится в каких-то особых учреждениях, в которых не повезут туда в таком состоянии, да, граждан. Но почему остальные должны страдать и медики подпадать под такую категорию? Это первое. Второе. Когда человек находится в таком состоянии, действительно опасности, и по разной причине. Это могут быть молодые люди, которые не оценили абсолютно своего состояния, кто-то над ними пошутил. И в молодом возрасте, понимаете, просто можно потерять человека. Нельзя его оставлять в таком положении на улице. И я вот проконсультировалась у сына, который больше много-много лет отработал в системе МВД. Значит, что за люди попадают? Так вот, половина из тех, кто должен подлежать, как сказать, находится в состоянии, когда он не в состоянии передвигаться, не в состоянии назвать свой адрес, 50% из них это бомжи, маргинал. Им за счастье, когда они ночью переспят на чистой простыне, да, их еще покормят, и так далее. 50% это уже люди адекватные, как я называю, которые находятся, ну, у них семья или еще что-то есть. Поэтому я уверена, что должны быть, как вы их назовете, медвотрезвитель, отстойник, потому что это сутки, ну, может быть, даже полсуток, когда человека нужно просто привести в состоянии. Готов он домой, так сказать, знаю, уже называют адрес, и так далее. Но оплата должна быть. Я за оплату, но только не за счет семьи. У нас столько общественной работы, приборка парков и так далее. Вот пусть они отрабатывают. Но то, что решать этот вопрос нужно. И когда я говорю, что государство не заинтересовано решать, потому что, видимо, одни в очень хороших больницах куда не повезут, вторых просто не интересует, что будет с этими бомжами, естественная убыль, нет человека, нет проблемы. Ну, а остальные алкоголизмы, это ваши личные дела, решайте, человек болен. Раньше были ЛТП. Я не говорю, что это было прекрасное учреждение. Нет, а может быть, для этих людей, которые больны алкоголизмом, да, там, наркозависимостью, создавать что-то вроде европейского уровня санаторий, но с работой, чтобы они, зарабатывая, могли и оплачивать, и давать своей семье. В нормальных условиях, чтобы понимать, вот есть нормальная жизнь, и кому-то это поможет стать и выйти, а кто-то может, извините, до конца жизни только пребывать в таком состоянии, чтобы его изолировать от среды, в которой вот он... Но обязательная работа и оплата тех услуг, которые ты получаешь. Но сегодня государству эти люди не нужны. И оно не хочет ими заниматься. Поэтому, если вот вопрос затрагивали, что вроде бы вносятся, да, что нужны такие учреждения для временного пребывания людей, находящихся в неадекватном состоянии. Может быть, это у Ганина, где есть специалисты, но должны обязательно там быть и сотрудники МВД, которые могут остановить разбуяв, как-то сказать... Разбуянившегося. Да, так сказать, произошедшегося, да. И, по крайней мере, медики, которые тоже могут оказать помощь первичную. А дальше уже каждый сам решает. Без этого нельзя, потому что страдают очень многие. Не собирали ли вы случайно статистику? Медвотрезвители, как класс, отменили пять лет назад. Больше. И, ну, хорошо, и за это время наверняка много людей пострадало. Ну, всё бывает. Ну, может там человек напиться, упасть на улице. Действительно, ведь мёрзнут люди зимой. Не собирали ли вы статистику, сколько людей пострадало из-за отсутствия медвотрезвителей? Ну, в медвотрезвитель, когда вызывают, что уже проблема, его увозят, может, не оставляют так на улице. А причина смерти, я говорю, все 50%, как мне сказали, это бомжи, маргинал. Ну, там причина смерти, самый, так сказать, отход у них идёт. Да, могу вот как сказать, у меня вот какая цифра. Примерно из этих бомжей, спасибо, что напомнили, в Кирове от 100 до 500 человек уходят. Ну, вот у нас, к сожалению, время закончилось опять очень быстро. Это было особое мнение Марины Сергеевны Сазонтовой, вице-спикера УЗС 5-го созыва. Я благодарю вас за эфир. Спасибо большое. Всего доброго. Всего доброго. До свидания.